В Приморье удалось обратить внимание на свою проблему сиротам, которые никак не могут получить положенное им по закону жилье. Тысячи очередников годами страдают из-за бездействия чиновников. Те почему-то не закупают квартиры, хотя деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Ситуацией заинтересовались следственные органы и прокуратура. Репортаж Макара Руденчика. Очередной переезд. 11-й за последние 4 года. Анастасия с мужем и годовалой дочкой съезжают из однокомнатной квартиры, которую снимали за 17 тысяч рублей в месяц. Для молодой семьи это дорогое удовольствие. Сейчас мы будем перережать на Тихую. Ну там, естественно, подешевле и поменьше. Не таких не будут условия. Жизнь на чемоданах и неустроенный быт Анастасия сирота. И по закону, после достижения совершеннолетия, ей положено жилье площадью не менее 16 квадратных метров. У меня есть решение суда, который это подтвердил. Возложить на администрацию Приморского края обязанность предоставить лещу к Анастасии Валерии в 95-го года рождения благоустроенное жилье помещение специализированного фонда по договору найма. Но многочисленные обращения к чиновникам ничего не дали. Везде говорят, ждите. Мол, желающих тысячи. По официальным данным, в крае в очереди сейчас около 6 тысяч детей-сирот, а квартир не хватает. И каково же было удивление Анастасии, когда она узнала, что деньги на приобретение жилья таким, как она, в региональном бюджете были. По итогам прошлого года прокуратура установила, что чиновники администрации края оказались не способны освоить уже порядка 300 миллионов рублей. Это достаточно серьезная цифра, поскольку составляет треть суммы, которая выделялась на цели обеспечения жильем детей-сирот в 2016 году. Этой суммы хватило бы как минимум на 100 квартир. По данным прокуратуры, краевые власти систематически нарушали права детей-сирот и ранее. Так, с 2008 по 2015 годы жалобы в надзорное ведомство написали около 5000 человек. Приморские суды вынесли тысячи решений в пользу сирот, но власти не спешили выполнять их, за что и были многократно оштрафованы. И как ни парадоксально, но эти судебные взыскания чиновники оплачивают не из своего кармана. Судебный пристав вправе выносить эти административные штрафы только в отношении администрации края, что ложится автоматически на краевой бюджет. В 2011 по 2016 год выплачено штрафов администрации без малого 22 миллиона. Теперь Следственный комитет возбудил уже уголовное дело по факту халатности. Штраф был оплачен из бюджета Приморского края. Соответственно, из-за халатности действий должностных риц пострадали не только дети-сироты, но и бюджет Приморского края. Власти уверяют, сейчас квартирный вопрос сирот держат на особом контроле. И даже средства на приобретение жилья увеличили в два раза. На наш прямой вопрос, почему же все-таки не были освоены 300 миллионов, в администрации края ответили, что основная причина в неготовности муниципалитетов предоставить земельные участки под стройку и коммуникации к ним. Любое строительство связано с технологическим присоединением. И те участки, которые нам предоставлялись, предлагались для строительства, расходы на технологическое присоединение были несовместимы со строительством или практически равнялись им. В связи с этим нужно было проводить глобальную работу по удешевлению этих мероприятий, что в принципе и вылилось, что до конца года не успели расторговаться по данному направлению. В настоящий момент в разных районах края строится более 10 многоквартирных домов для детей-сирот. В столице Приморья в следующем году планируют сдать два дома для сирот. Это всего чуть более 40 квартир. Такие объемы строительства, конечно, не решат проблему. Кто виноват в сложившейся ситуации, ответ на этот вопрос, возможно, даст следствие. Макар Руденчик, Сергей Торопов, Ян Савицкий, Дмитрий Климов. Первый канал. Владивосток.